Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В краевом рейтинге обманутых дольщиков Сочи занимает первое место. Почему, выяснял губернатор. Договоры на аренду земель, используемых не по назначению, расторгнуты, а на ряде улиц изменят схему движения. Эти вопросы рассмотрели на сессии городского собрания. Власти помогут предпринимателям, но при условии трудоустройства местных жителей. Об этом говорили на координационном совете. В Сочи выбирают самых пластичных русалочек. Завершается всероссийский турнир по синхронному плаванию. Рабочий день Вениамина Кондратьева накануне прошел в Сочи. На курорте состояло совещание по вопросам защиты прав граждан, участников долевого строительства на территории Краснодарского края. Себя и своих соседей Сергей Гуленко называют свежеиспеченными пострадавшими. В статусе обманутого дольщика мужчина всего несколько дней. На прошлой неделе застройщика высотки, где Сергей купил две квартиры с видом на море, арестовали по подозрению в мошенничестве. Хотя этим дольщикам повезло чуть больше, чем другим. Их дом почти достроен. Сейчас жильцы многоэтажки по улице Пасечной собираются объединиться и достроить ее самостоятельно. Наш дом готов на 85% на сегодняшний день. И все, что нам нужно, это у законе два лишних этажа. Администрация как бы против. Нужно пройти экспертизу. И отштукатурить там одну стену дома. Практически вот и все. И облагородить немножко площадку. Но основной вопрос этой коммуникации. Никто не застрахован. Могу что сказать. Людям, которые хотят купить долевое строительство в Сочи или в другом городе России, не покупайте. В краевом рейтинге обманутых дольщиков и недобросовестных застройщиков Сочи уверенно занимает первое место. В 13 долгостроях квартиры ждут больше 2,5 тысяч человек. Поэтому совещание по защите прав дольщиков решили провести именно в Олимпийской столице. По словам губернатора, для Кубани, одного из лидирующих регионов по объемам строительства, этот вопрос стоит очень остро. Проблема обманутых дольщиков, это проблема не муниципальная и не региональная. Я думаю, это очень российская проблема. И поверьте, сегодня в крае заработали механизмы. И благодаря сегодня позиции краевого суда очень жестко заработали механизмы. И позиции прокурора заработали. Но решение проблем, которые мы сегодня затронули, требует не разовых акций, а системной где-то жесткой работы. И правоохранительных органов, и органов государственной власти, и глав местного самоуправления. И искать, кто здесь больше отвечает за эту ситуацию, это бесполезно. Только все вместе, причем к ключу мы можем ее победить. К сожалению, в вопросе обманутых дольщиков чаще приходится пожар тушить, вместо того, чтобы его не допускать, замечает Вениамин Кондратьев. И решить проблему без жестких федеральных мер не получится. Поддержку в борьбе с недобросовестными застройщиками готовы оказать в Генеральной прокуратуре. Важное значение остается за профилактикой доступа на строительный рынок недобросовестных застройщиков. Своевременное выявление противоправной деятельности ее пресечения. В первую очередь речь идет о строительном и земельном надзоре. Для Краснодарского края важно иметь полный набор инструментов для контроля за жилищным строительством. И чтобы получить разрешение на новую стройку, по мнению губернатора, компания сначала должна выполнить все обязательства перед старыми дольщиками. Сейчас регион не может на это повлиять и тратит огромные усилия на решение проблем с долгостроями. У края и у местных органов власти есть большой опыт позитивного решения этих проблем. За период с 2011 по текущий 2016 год в эксплуатацию было введено и достроено 29 проблемных домов, где квартира получила 4 335 человек. Большинство из них расположены в городе Краснодаре. Механизм достройки замороженных домов должен осуществляться только с помощью государственно-частного партнерства, а не за бюджетный счет, настаивает губернатор. Риски дольщиков и компаний, которые в принципе находятся в плоскости рыночных отношений, не должны покрываться деньгами налогоплательщиков. Естественно, необходимо ужесточать и ответственность для нечестных на руку застройщиков. У вас достаточно большое перечень, кто должен за это отвечать, но в этом перечне я не нашел самих застройщиков, которые порождают обманутых дольщиков. Я к чему призываю? К тому, чтобы ответственность недобросовестного застройщика, ответственность даже уголовная, была неотвратимой. Вот в чем вопрос. Так а другим будет уже неповадно. Преступник, мошенник должен сидеть в тюрьме. Однозначно. В том числе, если он недобросовестный застройщик. Если в проблеме с обманутыми дольщиками провести аналогию с медициной, то бороться нужно не с симптомами болезни, а с ее причиной. Так и здесь вопрос удастся закрыть только в том случае, если создать реально работающий механизм превентивных мер, а не придумывать постоянно способы достройки проблемных домов. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи. Уникальный мотопробег состоялся сегодня в Сочи. В нем принял участие заместитель министра иностранных дел России. Мотопробег провели в рамках заседания комитета старших должностных лиц Организации Черноморского экономического сотрудничества при поддержке Мотоциклетной Федерации России. Кроме профессиональных известных мотогонщиков и замминистра иностранных дел Виталия Небензи, на мотоцикл сел и генеральный секретарь ОЧС Майкл Христидис. Перед стартом их проинструктировали и рассказали о возможностях мототехники. Как говорят организаторы, мотопробег нацелен на поддержание крепких экономических и культурных связей 12 стран при Черноморье. Это такой некий конгломерат, который объединяет всех мотоциклистов или людей, которые хотят использовать мотоциклы в качестве транспортного средства на дорогах общественного пользования. И на развитие именно мотокультуры в России будем стремиться к европейскому уровню. До начала мотопробега состоялись показательные выступления юных спортсменов Краевой мотоциклетной федерации. Пробег стартовал в Олимпийском парке, а финишировал в Красной поляне. Ну а в пятницу в Сочи состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц организации Черноморского экономического сотрудничества под председательством главы российского МИДа Сергея Лаврова. Размеры предельных индексов изменения размера оплаты за коммунальные услуги в Сочи останутся прежними. Договоры с арендаторами сельскохозяйственных земель, которые используются не по назначению, будут расторгнуты. А наряде улиц курорта планируется изменить схему дорожного движения. Эти и другие вопросы сегодня рассмотрели депутаты на очередной сессии городского собрания. Подробности у Татьяны Говорковой. Сегодня народными избранниками были рассмотрены более 20 вопросов. Начали с тех, что касаются законодательной базы города и изменений в структуре муниципалитета. Так, городской устав был приведен в соответствии с нормами действующего законодательства, а именно подтвержден пятилетний срок полномочия депутатов. Единогласно был решен вопрос о разделении должности заместителя главы города Сергея Юрченко. Теперь в его подчинении не только департамент физкультуры и спорта, департамент перспективного развития, но и новое управление по делам казачества. Рассмотрели депутаты и вопросы распоряжения муниципальной собственностью. В план приватизации теперь включены все олимпийские коттеджи, их можно выставлять на торги. Спецавтохозяйство получило от города в безвозмездное пользование больше 2000 единиц оборудования для сбора твердых бытовых отходов. А участок, называющийся свалкой в ЛАО, теперь передан краю. Еще одна ключевая тема в городе – земли сельхозназначения. Из общей площади в 1200 гектаров чайных плантаций 80% не используется по назначению. Мы уже совместно с администрацией и с депутатами законодательного собрания Коснодарского края очень внимательно смотрим за тем, какие программы принимаются нашими сельхозпредприятиями. То есть у нас, ну, вон так где-то, половина хозяйств, они отработали свои программы, и которые знаем, что в течение двух-трех лет они приведут и чайные плантации, в первую очередь, в рабочее состояние. А те хозяйства, которые говорят, что мы будем их восстанавливать в течение 20 лет, это нас не устраивает. Депутаты решили в ответ такой позиции расторгать договоры аренды. А чтобы земля работала, передать ее в безвозмездное пользование желающим фермерам. Таких в городе уже около тысячи. В прошлом году, когда принимался краевой закон, который позволял выделять крестьянско-фермерским хозяйствам землю в безвозмездное пользование, в этом реестре не было города Сочи. И вот сейчас мы выходим с законодательной инициативой, чтобы в этот реестр и был включен город Сочи. Скрупулезно подошли народные избранники к вопросам волнующих горожан. Депутаты единогласно отказались от согласования новых коммунальных тарифов, превышающих предельно допустимый уровень. А вот руководителям водоканала придется тщательнее принимать меры по ликвидации незаконного сброса канализационных вод. До сих пор чуть больше двух с половиной тысяч объектов продолжают загрязнять экологию курорта. Была поставлена мною задача. Все эти две с половиной тысячи пользователей должны остаться без воды. Но конкретные, они все подряд, как это делает водоканал. Почему это не выполняется? Вот сейчас, почему две с половиной тысячи людей или две с половиной тысячи подворий или двором сегодня продолжают сбрасывать свои фекалии. Я прошу до воскресенья полностью это дело отключить. По решению депутатского корпуса сотрудники водоканала должны в недельный срок предоставить график отключения объектов, не соблюдающих санитарные требования, а также продолжать мониторить и те объекты, которые уже подключились к канализационной сети, лосом или установили септики. Это необходимо для того, чтобы окончательно решить проблему с канализованием на курорте. Говорили депутаты и об организации дорожного движения. В летний сезон количество транспорта увеличивается. С потоком не справляются даже современные дорожные развязки. А дело все в разработке схемы движения. Та, что есть в настоящее время, не улучшает дорожную обстановку в Сочи, отмечают местные полицейские и сотрудники транспортного управления. Поэтому в ближайшее время по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения будут утверждены новые схемы. В ряде улиц во всех четырех районах курорта планируется отказаться от левого поворота, а где-то убрать запрещающие знаки. Изменения коснутся транспортных развязок на Бытхе, в районе Чайсовхоза и на Мамайском перевале, где сейчас многокилометровые пробки возникают из-за дорожных работ на обвальном участке. Завершить там ремонт планируется только к ноябрю. Бизнес в Сочи должен быть в руках местных предпринимателей. Сами же бизнесмены должны работать на благо курорта и быть более ответственными. Об этом шла речь на заседании Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе города. Особое внимание члены совета сегодня уделили туристско-экскурсионной сфере курорта. Бизнес для Сочи – это социально-экономическое благополучие, подчеркивает мэр города и отмечает, что именно бизнесу отведена важная роль – обеспечивать жителей и туристов необходимыми товарами и услугами. Только делать это нужно качественно, на уровне мировых стандартов. Уже сегодня количество гостей Сочи бьет все рекорды, а высокий сезон еще впереди. Нагрузка на городское хозяйство немаленькая, чего стоит один вывоз мусора. Здесь мы в полном объеме увидели несовершенства и нежелания наших предпринимателей по-честному вести свой бизнес. Количество мусора за последние 10 дней увеличилось в три раза. И наши тройные вывозы, они-то, конечно, отдают результат. Если бы не давали, то вообще город бы засыпался мусором. Но, тем не менее, мы хотели бы, чтобы, конечно, бизнес был ответственным. Потому что одно дело – хотеть, чтобы было большое количество туристов. Другое дело – надо марку не терять. Мешки, в том числе и со строительным мусором, оставленные у городских контейнеров, грязь и паутина в ларьках и магазинах. Сегодня плюс ко всему нелегальная деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. Пресекаться такие нарушения будут в самой жесткой форме, отмечает Анатолий Пахомов. Что же касается добросовестных коммерсантов, то их муниципалитет готов поддерживать. Оказать содействие руководство города решило и предприятиям, которые занимаются экскурсионной деятельностью. У многих в этом году возникли проблемы с участием в конкурсе по размещению экскурсионных павильонов на муниципальной территории. Все дело в правилах, которые для сочинских предпринимателей, занявших эту нишу, оказались невыполнимыми. Выход один – вносить изменения в 639-е постановление губернатора. Давайте подготовьте для мое имя, даже просто сразу же на имя Венивина Ивановича. Я вам прям Венивину Ивановичу могу отдать. Критерии, ну они таким образом созданы, вернее, таким образом сформированы, что они поддерживают в основном крупных туроператоров, а маленькие туроператоры, к сожалению, по этим критериям не смогут выиграть в этом конкурсе. Анатолий же Николаевич, он слышит всех, и больших, и маленьких. И вот именно он говорит о том, что надо дать возможность на рынке предоставления туристических услуг, в общем-то, работать как крупным предприятием, так и маленьким. Во всяком случае, Анатолий Николаевич услышал пожелания малого бизнеса, пошел навстречу. Возможность продавать свои услуги предоставится всем экскурсионным фирмам, но с условием. Сейчас у меня просьба, и чтобы мы эту тему прекратили, повторяю еще раз, моя позиция, пожалуйста, пусть поставят те же самые, те осочки, которые удобные, которые не позорят людей. А если они стоят, то законьте. Самое главное, чтобы в городе среди предпринимателей были понятные правила, что я могу торговать, но условие одно. Первое, я не должен кому-то передать это суп-аренду, сдать. Второе, на этом месте должен торговать мною нанятый местный житель. Условия, которые я требую, направлены исключительно на местных жителей. Работает в городе государственная поддержка предпринимателей. Фонд микрофинансирования Краснодарского края предлагает бизнесменам микрозаймы под более чем выгодный процент – от 6 до 10% годовых. Сумма максимальная стала 3 миллиона рублей, незначительно увеличилась ставка по инвестиционному займу на 0,5, то есть была 8,25, стало 9% годовых. И увеличились сроки, то есть ранее максимальный срок был год, сейчас это 3 года. Пока такой возможностью в Сочи воспользовались всего 6 человек, когда в крае свое дело с помощью возможностей данного фонда уже открыли сотни предпринимателей. Подробная информация о мерах поддержки есть на сайте администрации города в разделе «Малый и средний бизнес». Ольга Десятого, Инга Габешия, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. В четверг газа не будет в части района КСМ. Специалисты Сочи Горгаз проведут плановые профилактические работы на сетях низкого давления в районе улицы Краснодонская. На период работ с 8 до 17 часов без голубого топлива останутся жители улиц Бараташвили, Краснодонская и переулка Алексий. Газоснабжение будет возобновлено после завершения работ и только при наличии действующих договоров на техническое обслуживание внутридомового оборудования. В целях безопасности и для более быстрого подключения домов жителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами. Студенты 17 стран получили дипломы Российского международного олимпийского университета. В течение года собравшиеся в Сочи специалисты национальных олимпийских комитетов, организаций спортивной отрасли готовились стать эффективными менеджерами, владеющими знаниями и навыками как стратегического, так и оперативного управления спортивными организациями, мероприятиями и объектами. Целый год студенты из 17 стран и 20 регионов России проходили обучение в Российском международном олимпийском университете. Практика в разных городах, помощь в проведении крупных спортивных мероприятий, стажировки, квалификационные работы и вот главный документ – диплом мастера спортивного администрирования в руках специалистов. В числе выпускников этого года призеры олимпийских игр в Сочи, победители соревнований европейского и международного уровней, есть даже чемпионка мира по фитнес-аэробике. Поздравил ребят с очередной победой и глава курорта. Улучшение нашего города дала Олимпиада, но и Олимпийский университет продолжает готовить замечательные кадры, которые остаются работать в том числе и в администрации города, и в наших спортивных клубах, и работают в различных отраслях города, и мы довольны их работой. И считаем, что университет делает очень хорошее дело в плане подготовки специалистов для работы в городе Сочи. Это третий выпуск Российского международного олимпийского университета. За это время в стенах вуза прошли подготовку представителей более 30 стран и почти 70 регионов России. А руководство РМОУ уже планирует программу обучения на следующий год. И мы видим два крупных мероприятия, как минимум два, на самом деле гораздо больше, в которых мы активно уже включились в подготовку кадров. Это универсиады в Красноярске в 2019 году и чемпионат мира по футболу. По футболу мы разработали специальную программу мастер-футбольного администрирования. Более того, она уже одобрена Российским футбольным союзом. Сейчас стоит вопрос о том, как начать ее реализацию. Выпускники РМОУ традиционно занимают должности в Международных спортивных федерациях, национальных олимпийских комитетах. А некоторые специалисты отправятся на подготовку Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Кстати, среди студентов есть и сочинцы. Во время обучения я проходил практику в Константинальной хоккейной лиге в Москве, и в дальнейшем меня пригласили работать в ФГБ «Югспорт», и сейчас я занимаю должность, занимаясь спортивными мероприятиями в данном заведении. И эти знания, которые получил здесь, я успешно применяю у себя на практике. А тем временем Российский Международный Олимпийский университет ждет новых студентов. В учебном заведении продолжается прием заявлений на русскоязычную и англоязычную версии программы «Мастер спортивного администрирования». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Свыше 500 заявок поступило на участие в премии «Мастер» в Сочи. С 1 по 5 июля курорт превратится в центр мировой цирковой культуры. В эти дни на берегу Черного моря развернется грандиозное цирковое событие. Вторая международная премия циркового искусства «Мастер». К уже имеющимся 13 номинациям в этом году добавились две новые – «Трюк года» и «Фестиваль года». Бывает так, что номер или аттракцион не удается, но в нем есть трюк, который никто и никогда не делал. Эта номинация создана для того, чтобы развивать цирк в сторону его усложнения или, может быть, необычности, рассказал гендиректор Росгосцирка, председатель экспертного совета премии «Мастер» Вадим Гоглоев. Идея о фестивале года появилась случайно в беседе с зарубежными цирковыми коллегами. После первого мастера к организаторам обратились продюсеры иностранных фестивалей и предложили ввести такую категорию, чтобы они тоже могли участвовать в конкурсе. В этом году в оргкомитет премии поступило 527 заявок на участие. Представлено 28 стран, в том числе такие территории, как Северная и Южная Америка, Китай, Австралия. Пятерку лидеров каждой из 14 номинаций по традиции определила онлайн-голосование. Теперь дело за экспертами. Начнется премия 1 июля на площади Южного Мола праздничным шествием с участием ростовых кукол, клоунов, жонглеров, цирковых оркестров. Кавалькада проследует к Сочинскому цирку, где будет дан старт мероприятиям, посвященным премии «Мастер». Кроме того, в рамках премии «Мастер», как и год назад, пройдет фестиваль «Мастерок» для непрофессиональных детских коллективов. Если в прошлом году в нем принимали участие конкурсанты из России, то в этом году «Мастерок» вышел на международный уровень. На сцене летнего театра выступят юные артисты из Израиля, Франции, США, Испании, Китая. Так как 2016 год объявлен годом кино, каждую ночь с 1 по 5 июля на площади перед цирком будет представлена классика мирового кинематографа. На специально смонтированных экранах будут показывать ленты Чарли Чаплина, Григория Александрова, Федерико Феллини, Марселя Карне. Все фильмы, конечно, объединены темой цирка. Сочи посетила делегация из Турции. Это члены общественного объединения «Хадик», которое занимается сохранением и защитой культуры национальной группы, называемой «Химшилы». Встретил и принял гостей в Сочи Союз армян России. Руководитель турецкой делегации отметил общность происхождения и культурных традиций между армянами России и химшилами, проживающими в Турции. На протяжении нескольких веков мы живем отдельно. Наш язык, наши обычаи, казалось бы, исчезли, песни забыты, но мы доказали, что это не так. Мы узнали друг о друге и больше не хотим забывать, что нашими далекими предками были армяне. Хотим помнить. На встречу с представителями общины «Хадик» приехали гости из Ереванского университета и армянской общины Крыма. Поводом для доверительного разговора стала демонстрация фильма «Исследователя» и неутомимого собирателя, утраченных купиц фольклора и истории армянского народа Лусинеса Акян. Лента называется «Амшен на перекрестке прошлого и настоящего». Речь в ней идет о корнях, живущих в пределах турецкого государства, представителей народности, имеющей явные сходства с армянами из Амшена. Это область бывшей Западной Армении. В многочисленных интервью жители сел и городов не собираются рассуждать о своем происхождении, а некоторые с ностальгией вспоминают слова, частушки, выражения, песни на своеобразном диалекте, которые очень хорошо понимают черноморские армяне. Показ прошел в Доме культуры Адлера. Мероприятие посетили десятки человек. Мы очень убеждены в том, что демонстрация этого фильма, оно имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения, что потомки наши, они последуют по этому пути, пути толерантности, уважения друг к другу, уважения других наций, веры другой национальности. Я думаю, что только таким путем мы можем подойти к вершине цивилизованной жизни. Я увидел своих, как будто своего деда, прадеда, бабушку, прабабушку, понимаете, и мы так были похожи, вот эти слова, которые мы произносили, как будто я это иногда во сне слышу. На следующий день гостей из Турции, Крыма и Еревана ждала поездка в Абхазию. Там проживает немало амшенских армян, и приезд гостей из исторической области – большое событие. Делегаты, в свою очередь, пригласили сочинских коллег в Турцию посетить места, откуда родом предки большинства амшенских армян, проживающих в нашем городе. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи борются за титул «Черноморская русалочка-2016». Именно под таким названием на Красной Поляне в бассейне Грандотеля Поляна проходят всероссийские соревнования по синхронному плаванию. Открылись соревнования парадом команд из различных регионов России – от Калининграда до Владивостока. Впервые участвуют синхронистки из Ярославля. Турнир – 12-й по счету, а в Сочи именно в бассейне Грандотель Поляна его проводят в шестой раз. По традиции организаторы – Всероссийская федерация синхронного плавания, департамент по физической культуре и спорту администрации города. В соревнованиях принимают 375 участниц. В возрастные категории представлены все. Это девочки 12 лет и моложе, девушки 13-15 лет и юниорки 15-18 лет. Конечно, регионы недостаточно сильны своими спортивными возможностями, тем не менее выступления на такого уровня в соревнованиях закаляют их волю к победе. В основном за первые места поборются между собой синхронистки из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них воспитанницы Центра по синхронному плаванию Марии Киселевой. Мы прошли только половину пути, у нас впереди еще много выступлений. Привезли мы сюда три команды. Одну команду в возрасте девочек в 13-15 лет и две команды в возрасте девочек в 12 лет и моложе. Первый и второй состав. Поэтому пока наблюдаем. Наблюдают за профессиональной подготовкой синхронисток судьи международной и республиканской категории. Среди участниц из Сочинки – это воспитанницы спортивного клуба «Кавказ». Выступали мы по максимуму. Каждое соревнование очень важно. Но каждое выступление для нас особенное. И сегодня мы выкладывались по полной. Надеюсь, мы не подвели любимого тренера и родителей. Уровень достаточно высокий, особенно на этих соревнованиях. Мы не переживаем. Для нас главное выложиться по полной, сделать лучше для себя. Сегодня состоялись соревнования по обязательной программе и среди комбинированных групп. Далее захватывающая борьба между дуэтами. А завтра, в заключительный день соревнований, произвольная программа и солистки. Лучшие из которых претендуют на титул «Черноморская русалочка-2016». Елена Всевсена, Алексей Дабыдов, телекомпания «ФКТ». Участники российской серии кольцевых гонок начали прибывать в Сочи. 2 и 3 июля на Сочи автодроме пройдет совместный этап российской серии кольцевых гонок международного чемпионата TCR International Series и кубка MidJet 2L. Главные кольцевые соревнования страны в эти выходные пройдут экватора. Зрители станут свидетелями десяти захватывающих гонок и обостренной борьбы за лидерство в каждом из классов. В 2014 году российская серия кольцевых гонок открыла Сочи автодром за месяц до Гран-при России «Формулы-1». Ее пилоты первыми проехали по новому асфальту в боевом режиме. В сезоне 2015 сочинцы с удовольствием провели здесь гоночные выходные вместе с TCR International Series. Тогда двое пилотов кольцевых гонок присоединились к участникам международного первенства и дали нашим фанатам возможность поболеть за сборную России. А в нынешнем сезоне страна и сама разыгрывает очки в зачете TCR Russia. На старт зачета Туринг выходит уже восемь пилотов на мощных и красивых Сит Леон. Какие еще плоды приносит сотрудничество российской и международной гоночных серий, можно увидеть лично. Вход на трибуны бесплатный подок, открыт для зрителей. Поклонники российской серии кольцевых гонок, которые не смогут лично посетить этап на Сочи-автодроме, смогут следить за ходом заездов с помощью онлайн-трансляций. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. О всем самого доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс.